Слава тебе Боже! Не двигаться надо. Можно только Аллилуйя? Можно только Аллилуйя. И важно очень повторять медленно, потому что важно понять, что есть звук речи, а есть звук сердца. Звук сердца, он очень сильно отличается, его надо поймать. Но он ловится только через память о тех, кто молится, или через память о наставнике. Ну то есть, если у вас очень сильно любовь к старшему, вы можете через эту память о нём повторять звук сердца. Один тот же звук может быть или звуком речи, или нашей жизни просто, или звуком сердца. Вот, допустим, я повторяю. Аллилуйя! Аллилуйя! Это звук сердца? Да, вот теперь я вспоминаю старшего своего. Аллилуйя! Это звук сердца? Да. Ну слабый. Теперь я могу сильнее сделать. Для этого надо понять, что сила в звуке находится. Когда мы слушаем реальный звук хора какого-то духовного, или людей, которые молятся, то нам крепче опираться на него. Память легче опирается на что-то активное. В сердце там всё у нас муть. Нам трудно опираться на это. Поэтому развитые люди могут слушать память о своём духовном учителе, или наставнике, или святом человеке из сердца, и просто в тишине молиться. Но если человек... Человек должен понять, что он никогда в тишине не находится, потому что всегда звучит судьба. Судьба звучит памятью о себе. Если о вас, то есть вы думаете о себе. Звук судьбы вы не услышите. Судьба заставляет своим звукам думать о себе. Вот как определить, что судьба действует? Вы думаете о своей жизни. Значит, действует судьба. Вот вы молитесь и думаете о своей жизни. Значит, судьба сильнее вас. Хотите быть сильнее судьбы? Включайте наружный звук какой-то. Потому что внутри вы можете победить судьбу только с сильной любовью к старшим. Сильной любовью к своему наставнику, духовному учителю, святому человеку. По-другому вы не победите судьбой. Это невозможно. И большинство людей не имеют такой сильной любви к старшим. Поэтому они могут победить судьбу только когда они молятся с кем-то. То есть вы включаете, допустим, молитву, которая вас сильно вдохновляет. Это очень важно. Что я делаю? Я соединяюсь с их эмоцией. Я фактически ее кушаю. Не с интонацией, не вибрацией, не скоростью. С эмоцией. Потому что в эмоции находится память о Боге. Вот, допустим, если человек поет Олеся. Допустим, где память об Олесе находится? В эмоции его. То есть где находится его любовь? Где Олесю искать? Мне, допустим, определить, что за характер у нее? В его эмоции, человек. Точно так же и в эмоции тех, кто молится, находится Бог. Я с их эмоцией, настроением соединяюсь. И я соединяюсь с Богом сразу же. И перестаю думать о себе. Тут же судьба отваливается. Все. Сейчас. Соединяюсь? Нет. Соединяюсь? Да. Да. А? Я никогда не соединяюсь. Только иногда стараюсь соединяться. Я когда соединяюсь, у меня опора появляется. Я чувствую, что хор этот помогает мне победить свою судьбу. То есть совместная молитва – это очень большая сила. Она дает опору человеку. Можно опираться на целый зал, допустим. Если мы все вместе. Можно, допустим, весь зал повторять, и ты опираешься на общий звук. Это тоже энергия Бога. Общий звук зала тоже связан с Богом. Эмоция общая тоже связана с Богом. Но у вас же нет целого зала дома. У вас есть только запись какая-то. В древней культуре не было записей. У них не было диктофонов. Они опирались только на память о старших. Все. У них не было другого варианта. Поэтому что такое инициация? Как она проходила? Человеку на ухо произносился звук эмоций молитвы. Старший произносил молитву с полным глубоким ощущением Бога. И так как ученик сильно любил своего наставника, он просто через эту любовь, эту прямо память брал в сердце и дальше повторял молитву так, как старший произнес. С памятью о нем. Но сейчас, так как мы очень тупые, мы нам даже, когда мы просыпаемся, нам даже вспомнить, где я, очень сложно. Не то, что там помнить о молитве, которую один раз на ухо произнесли на всю жизнь. Поэтому нам Бог дал звукозаписывающие в распроизведящее устройство. И что вы рекомендуете? Окей, рекомендуете, у меня и звучат. У нас на сайте есть в разделе материалы, там есть, тоже можете поискать, там где-то, где духовная музыка рекомендуемая. Там куча всяких рекомендуемых нами молитв, можно их скачивать и пробовать. Они разные, разных духовных традиций. Берите свою традицию, скачивайте и молитесь. А? Я включаю, это в отче наш на арамейском языке отец Серафим поет. Он из Грузии, мне нравится. Он друг моего православного монаха, знакомого. Мне порекомендовала, мне понравилось. Я включаю. Скажите, а мантры подойдут? Мантры какие, разные бывают. Бывают мантры, которые дожди вызывают и подойдут. Слово «ман» означает «ум», «тра» означает «победа». Мантры означает «победа над умом». Есть только одни мантры подойдут. Это те, которые связаны с именем Бога или с прославлением Бога. Например, «омна-мо-бхагаватея-васудея-вая» — это мантра, прославляющая Бога. А есть мантры, которые повторяют имя Бога. Например, «рама-рама». «Рама» — это имя Бога. Это не то, что вы думаете. Например, когда в букваре вы читаете «мама мыла раму», это означает, что мама мыла своего сыночка, который родился как Господь. Это описано в Священных Писаниях, что когда Господь родился с под именем «рама», то мама его мыла. А? Нет. Ну, Иисуса Христа мама мыла. Ну, всё. Так же там тоже. В каждой шутке есть доля шутки. Итак, молитвы «Побеждающую судьбу» делятся на две категории. Одна — это молитвы, прославляющие Бога, а другая — это имена Бога. Имена Бога — это самые сокровенные молитвы вообще. Они есть во всех духовных традициях. Но если я вас сейчас спрошу, какие, допустим, в православии используются имена Бога, не все из вас могут сказать ответить на этот вопрос. Потому что это более сокровенное знание. Оно не используется обычными людьми. Повторение имени Бога — это устанавливать личное отношение с Богом. Личное отношение с Богом — только тот, кто все заповеди выполняет его, может устанавливать, иначе это будет жуткое оскорбление. Если человек повторяет имена Бога и не выполняет заповеди Бога, Бог будет наказ жестко у очень таких людей. Ну, приближенный к царю, когда, да, и он, там, допустим, его близкий человек, да, и он, там, подтыривает что-то, обманывает царя. Дальше что будет? Сакир башка. Ну, что такое, допустим, имена Бога? Христианская традиция. Интересно узнать или нет? Да, да. Иисусу молитву. А? Иисусу молитву. Иисусу молитву как вариант, да. Но есть разные другие варианты, потому что вы знаете, что есть Сын Бога, но про Отца ничего не знаете. Сын Бог вы не знаете, а Отец тоже есть же. Или нет? Я говорю про имена. Сейчас вы говорите, есть, допустим, если вы говорите Господь, это имя Бога или нет? Нет. Это его титул, означает Господин. Или Всевышний. Это имя Бога. Это титул. А есть имена. Это из Ветского завета? Да. Ну, не только они, они не только из Ветского завета. Они вообще в целом используются в христианстве для прославления Бога. Вот это Иисусова молитва, да? Сейчас я вам включу, послушайте. Я просто не могу одновременно искать и с вами разговариваю. Молитвенное правило. Получается, мы с грехом и нам нельзя это повторять? Вот это? Можно. Неважно, с грехом или нет, потому что ты славишь Господа, имеешь право. Ты его ребенок. Если ребенок обкакался, не, имена тоже можно. Просто это разные пути. Ты, когда имена Бога повторяешь, это подразумевает, что тебе ничего не надо, кроме любви. А когда ты повторяешь, прославляешь Бога, то значит тебе что-то еще надо. Но даже когда человек повторяет имена Бога, Бог может выполнять ему жизнь, менять из близких отношений. Но может менять, может не менять. Он сам решает. Когда ты славишь Господа, то Он понимает, что ты хочешь поменять что-то в жизни. И Он тебе помогает всегда. То есть повторение имен Бога – это самый высокий путь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Аль-Хамду означает слава. «Лиля» означает, указывает на Аллах. Это Аллах. Аль-Хамду лиля означает слава тебе Господи. Точно то же самое. На Аллилуйя похоже, да. А все там похоже, на самом деле. И даже истории вот эти похожи. Там Иисус Христос паст, 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 пастухов был. Стадо Его – это Его дети. И Кришна тоже паст, коров. Там тоже стадо Его – это Его дети. В общем, это примерно все то же самое. Только в разных временных промежутках. Одно – 2000 лет назад, другое – 5000 лет назад. Рама – 12000 лет назад. Ну, примерно истории похожие. Господь, когда приходит, Он играет свои, деяния, как по-разному называют. Примерно у Него цели одинаковые. В Ведах есть такой стих-стих. Там описано. «Притраная саду нам, пинашая чадушка там, харма сам стапанартая, сам бавами юге юге». То есть перевод такой. Сам бавами юге юге – человек, Господь сам приходит из века в век, чтобы, паритраная саду нам, защитить праведников, винашая чадушка там, наказать грешников, дхарма сам стапанартая, возвратить, установить правильные законы религии. Ну, то есть заповеди принести, наказать грешников и защитить праведников. Три цели, которые Господь использует, когда Он приходит. Больше нет цели никакой. Он сам приходит, когда безбожие воцаряется на земле, беспредел, когда праведники все в дерьме, и когда никто не понимает, в чём заповеди какие, никто не разбирается в этом всё. Приходит такое время, Господь сам приходит, чтобы восстановить порядок просто. Для того, чтобы люди развивались, короче, Он приходит, чтобы у людей была вера какая-то. Если веры нет никакой правильной, то Он приходит. Он может сам приходить или посылать своего наместника. Допустим, Мухаммед – это наместник Бога. Он пришёл, чтобы определенной категории людей дать веру, согласно их наклонности, их взглядом на жизнь. Это очень редко бывает, когда они приходят. Желающих много. Был даже слёт Иисуса Христос в Америке все приехали. Ладно. Итак, очень важно понять, как молиться. Первое правило. Со всех сил стараться забыть о себе, о своей жизни, только славить Господа. Перед молитвой скажите, что вам надо. Господь усвоил сразу. Ему не надо повторять. Он не глухой, он не склеротик. Вы можете подумать, что он там вечно живёт, уже старый, наверное. Забывает всё. Надо напоминать всё время. Не надо ему напоминать. Он один раз услышал, всё вечно запомнил. Вот. Вы сказали, молюсь за маму. Всё значит за маму. Всё, что в вашей молитве вы сделаете, добродетель, совершите какой-то, всё маме пойдёт. Как это пойдёт? Он у мамы тоже в сердце находится. Он ей прямо, прямой связью передаст. Понятно? Как вашу маму зовут? Ваша мама по природе добрый человек. Она иногда в депрессию впадала, у неё такая была склонность, недостаток характера. Чувствительная очень плакала, чувствительность высокая, впадала в депрессию. Очень к людям по-доброму относилась, ей ничего жалко не было. такая она спокойная. Постепенно всё делала, не суетилась. Я правильно рассказываю? В целом, да. В целом, да. Откуда я узнал? Откуда? А? Нет, она есть. Вот, правильно. Я взял, посмотрел на вашу связь. Дошёл до неё и начал рассказывать про неё. Потому что я чувствую её психику и рассказываю. Всё. Значит, она есть, она не умерла. Получается. Всё. Вот это вы должны сейчас понять. Что она не умерла, связана с вами, вы можете за неё хоть час молиться, хоть когда хотите. Пока вы будете жить, вы будете помнить её. А если вы родитесь ангелом, то вы будете помнить свои прошлые жизни и после рождения. А если родитесь на уровне земли, забудете следующую жизнь, свои прошлые. Потому что здесь такой уровень развития мы не можем, не имеем права помнить о своих прошлых жизнях, потому что мы не развитые здесь. Нас не хватает благочестия. Если кто-то говорит, давай подыши быстро там, сейчас вспомнишь прошлые жизни или под гипнозом я тебе покажу. Это обман. Дорогое задёшево не купишь. Поэтому, где-то дети, да, что-то вспоминают. Дети, да, до пяти лет ребёнок может вспоминать свою прошлую жизнь. Что у вас ангелы? Они просто ещё не успели забыть. Особенно ребёнок год-два, он может даже на другом языке начать говорить спокойно. И ещё просто иногда выдаёт. Выдаёт, да, будет выдавать всё. Потому что ещё он помнит. Если ребёнок рождается, так смотрит на вас-то. Это значит, что он недавно, год назад, был директором завода. Он рождается, он ещё не забыл. Что такое? Где? В чём дело? Память же осталась ещё. Но он уже не понял, как бы, не понял юмора, куда он попал. Он ещё смотрит. Поднимите руку, у кого такое-то. Значит, природа руководителя у него, у этого ребёнка. Есть дети, которые рождаются и вот так вот такие, всем подмигиваются, всеми знакомятся. У кого такой? Бизнесмен природы. Торговец. Будет всех разводить на деньги. Знакомиться со всеми и зарабатывать. А если такой вот рождается и такой взгляд такой отстранённый, он на всех смотрит, наблюдает, делает выводы, смотрит, никаких эмоций, просто я вас всех знаю. А? Нет, нет, это природа учёного, ФСБшник. У кого такой вот ребёнок родился? Значит, учёный, значит, будет давать знания, принимать знания, может быть тренером, преподавателем, учёным, программистом, там, врачом, ну, всё, что связано со знанием. А для жизни можно поменяться? Нет, никогда. А я была бы таким бизнесменом, маленьким, а потом в туалет, мне кажется. Вы как были руководителем, так и остались. У вас папа кем был? Водителем. А мама папы? Я не знаю. Купчиха. Купчиха, вот. Вот и вы Купчиха тоже. Потому что там в Советском Союзе все были водителями. Там природа не учитывалась. Человек. Ладно, дальше двигаемся. Итак, молитва. Задача. Мысли возникают в голове, не отвлекаемся. Очень сильно сосредоточены на том, за что я благодарю Бога. Вот это очень важно знать, потому что мы оскотинились, мы ко всему привыкли. Ракеты в Екатеринбург летают? Нет. Спасибо, Господи. Потому что я знаю много, где летают. У меня слушатели лекций сейчас по всему миру, в том числе в Украине. Вот. Я знаю, что постоянно на связи. Знаю, что там происходит с людьми. Вот. Постоянно на связи с теми, кто воюет тоже. У вас, если никто не воюет, тогда спасибо тебе, Господи. спасибо, что я не в Харасиме на Гасаке родился. Спасибо, что нет ядерной войны. Спасибо за... что я живу на этой земле, что у меня родители родились, что у меня есть дети, что у меня был муж. Спасибо за прогешку сегодняшнюю. Спасибо за лекцию и так далее. Есть за что сказать спасибо, потому что мы, когда человек неблагодарный, никогда он не получит милость. Для того, чтобы милость пришла, нужно понять, что многие вещи в жизни мы получаем просто потому, что Господь захотел нам это дать. Вот попытайтесь это понять. Это очень важный момент. Понимаете? Если мы как бы принимаем, захавали и дальше, тогда никаких отношений с Богом. Он будет помогать и дальше, но отношений не будет. Понятно? Вот у вас полгода назад где-то была опасная ситуация в жизни. На третьем ряду девушка. Да. И как второй раз, так и решилась легко. Это Бог вам помог. Да. Вот и будьте благодарны. Ну то есть он нам помогает, нам пофиг, мы говорим, так это случайность, так получилось. Вот во время Аллилуйя, слава тебе Боже, благодарите себя, спасибо. Когда ты благодаришь, он ему еще хочется, он же личность, еще хочется тебе что-нибудь хорошее сделать, а у него он же всемогущий, он может что хочешь. И он в сердце прямо находится. Понимаете? Аллилуйя, спасибо. И конкретно вспоминайте, что как он нам помогал Господь, вы все забыли же. Аллилуйя означает благодарность. Мы говорим Аллилуйя, повторяем с вами, с мужикой, и прямо внутри мыслями говорим, как Господь благодарит, как благодарит. Благодарность можно мыслями говорить, а можно просто в благодарности находиться за все. Я за все, за все тебя благодарю. За все, за все. Сразу. Ветер в голове. Ветер в голове, дублировать. Да. Настроение важно. Ты не как попугай просто повторяешь. Настроение важно. Слушаем тех, кто молится, повторяем Аллилуйя, засасываем в себя голос тех, кто молится. Аллилуйя. потом я и на втором слоге уже мы благодарим, славим Господа и вырываемся из потока своих мыслей. Если мы говорим тебе, Господу. Тебе, да. так надо делать. Я погружаюсь, я соединяюсь, я углубляюсь, потом я отдаю свой жизненный воздух, свой звук, благодарю, спасибо, согласен со всем. Когда человек совсем согласен, это как шаг в пропасть. Вы думаете, если я совсем согласен, начнется беспредел. Так устроена психика человека. Если я совсем согласен, значит, все равно, я согласен, что сначала стулья, уже согласен, но деньги вперед. Вот так у нас встроена психика, понимаете, вы все равно как бы на своем стоите. Вот. Но молитва означает смелость. Человек говорит, давай попробуем, я так уже прожил там 35 лет, вот, а теперь давай попробуем вот так. Я тебе, я со всем согласен, делай, что хочешь. Да будет воля твоя. Досветится имя твое. Во веки веков это должно быть в моем сердце. Вот. То есть, вот так надо настраиваться и просто со всей силы благодарить. Вот это называется молитва побеждающей судьбы. Постоянно повторяем одно и то же. Потому что мы постоянно настраиваемся. А почему повторяем одно и то же? Потому что мы пытаемся все лучше и лучше глубже настроиться на это. Потому что судьба нас расстраивает. Когда вы с ней начнете бороться, кто-то молился хоть раз в жизни, он знает, что в это время она борзеет судьба. Вот вы начинаете молиться и в этот момент сразу же включается песня. Вы меня насмешили. Конечно, собаки. Правильно. лошадь держи, это не собаки. А, теперь и вы поняли шутку. Ладно, хорошо. Правильно, собаки. Кто сказал? Итак, оборзевшую собаку свою, которая находится там, надо обуздать. И обуздывается она только памятью о Боге. Других вариантов нет. Если будете Кока-Кола повторять, мысли не закончатся. или будете повторять, Миша, 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 не закончатся. Мысли не закончатся. А вот если вы будете Аллилуйя повторять, закончатся мысли. Потому что у Бога есть право на судьбу. Он может ее, это его служанка, он может ее обуздать, заставить ее замолчать. И ваша цепь мучений ваших сразу закончится. И вы почувствуете славя Господа, вы почувствуете его могущество, что все внешнее остается точно так же, вы страдаете внешне, то же самое, а внутри штиль. И вот это состояние, когда ты внутри штиль, а снаружи расколбас идет, вот это состояние на санскрите называется трансценденталисты, то есть люди, которые не реагируют на судьбу. Понимаете, то есть люди, которые, это не важно, это не санскрита идет, это может быть и христианский, мусульманский человек, кто угодно. Человек славит Господа, и у него с Господом устанавливается такая связь, что она сильнее связи с судьбой, и его мысли подчинены Богу уже. Он думает о Боге, славит его, чувствует Господа защиту, и с этого момента начинается другая жизнь, потому что он трезвеет, как только он успокаивается, сразу же он начинает понимать, что делать. Вот вы сейчас не сможете понять, что делать, потому что судьба не дает, она врубает разум. Вот допустим, бандиты приходят куда-то, допустим, банк, они сразу камеры расстреливают, вот, всех на колени глаза завязывают, все там грабят и сваливают. Так же судьба делает, она сразу все, как бы, все камеры выключить, ничего не соображаем, все, как бы, просто не дает человеку думать, и напрягает психику, человек, ему плохо, и он не может думать. Но когда под контроль Бога приходит ситуация, человек, первое, спокойствие в сердце, мысли останавливаются, страдания, которые были океаном, превращаются в такую маленькую лужицу, то есть они есть, но их не чувствуются вообще, спокойно все внутри становится, и все, и в это время он начинает понимать, что делает человек, все меняться начинает, и события, они же через вас действуют, это можете понять или нет, вот все события, почему человек там человек о вас плохо думает, это из вас идет, изнутри, это не он виноват, это ваше сердце так действует, ваша судьба, директор завода вас не любит из-за того, что ваше сердце помогает это сделать, из сердца идет эта энергия, и когда человек сердце свое привел в гармонию с волей Бога, он подчинил ему свою жизнь, я сдаюсь, да будет воля твоя, с этого момента судьба уже, все, она не может действовать, она парализована, потому что или милость внутри действует, или судьба, одно из двух, как это крестьяне говорит, сначала красные, потом белые, куда же бедному крестьянину податься, красные пришли, действуют красные, белые пришли, действуют белые, понимаете, ну то есть, когда Господь действует, милость руководит жизнью человека, все меняется по милости Бога, если судьба действует, то все очень прагматично, тогда гороскоп работает, тогда осеннее пальто уже точно можно не покупать, очень сильно помогают утренние, ну то есть, утром молитва, в 10 раз сильнее, чем перед сном, в течение дня она уменьшается, вот чем дальше от утра, тем слабее, утром самое сильное, потом, чем раньше утро, тем сильнее, но слишком рано вставать не надо, потому что чувствительность возрастает, если ты в 3 часа ночи встаешь, то ты не сможешь уже нормально к людям относиться, ты всех будешь чувствовать, тебя будут косить, поэтому где-то 5 часов утра нормальное время для вставания, для тех, кто хочет молиться, и вот утреннее время там, оно очень благоприятно, очень сильно, глубоко человек погружается в молитву, может реально глубоко понимать свою судьбу, решать вопросы своей жизни, когда человек уже развился опытный в молитве, он может и вечером сильно молиться, но вот, когда человек только начинает, утреннее время очень важно, перед молитвой надо омыться обязательно, нельзя кушать, надо попить воды, если хочется и молиться дальше, чтобы никуда энергия не уходила, лучше всего помыть пол там, где ты сидишь, сбрызнуть святой водой все, открыть алтарь, если есть алтарь, алтарь должен быть в твоей традиции, как вам скажут старшие, так и делайте, свечу хорошо зажигать, есть два вида огня, которые самые священные, это огонь воска пчелиного и огонь топленого масла, можете выбрать как хотите, ну то есть пчелиный воск, это есть такие свечи восковые, они пахнут медом, нужно определить, есть искусственный парафин называется, это не священный огонь, а есть воск из меда, нюкаешь, медом пахнет, воск значит, поставил, зажег, священный огонь пошел, топленое масло разлил, фитилек поставил, зажег, священный огонь, два варианта все, запах ладана, ладан настоящий, сейчас в основном везде искусственный, это кустарник, который как раз там рос, когда Иисус Христос там жил, священный кустарник, он запах дает такой очень приятный, но он запах искусственно ладан, он похож, но он более ароматный и тонкий, ну конечно, такой в основном мы не сможем найти, но есть другие растения, тоже дающие благоприятный запах, это мята, это шафран, это сандал, это роза, и можно аромамаз, лампы включать вот этих растений, таких благостных, роза, шафран, мята, сандал, мускус, лотос, понятно, да? неподвижное положение тела, очень важно в молитве, я вам показывал, да? Да, очень важно, очень важно, если вы не будете делать, 50% молитвы улетела, эффективность, сочетать статику с молитвой идеально, просто, теперь очень важно понять, чтобы вам научиться молитве реально, нужна практика, практика делается очень просто, то есть вы заходите на мой ютуб, и там есть ретрикты победы над судьбой, находите ретрикт победы над судьбой, он состоит из трех частей, первое, настройка, надо послушать, важно себе напоминать, второе, 65 минут повторения аллилуйя чаще всего, может я желаю всем счастья, нарветесь, или там даже разные, другие, там Альхандулилия есть ретрикты, и Харирама есть ретрикты, а даже Ом есть ретрикты, их много разных, но если вы хотите вашей веры, там выбирайте, нет проблем, повторяется медленно, на одном выдохе, молитва, вот, погружение, именно по литву, победы над судьбой, повторяется медленно, если вам там молитвенное правило надо соблюдать, соблюдайте, вот, но вот все, что связано с победой над судьбой, означает, чтобы страдания ушли, чтобы муж вернулся, жена вернулась, чтобы все было нормально, тогда следуйте всем правилам, которые я рекомендую, я это изучал 30 лет, как вот людям обычным делать так, чтобы побеждать судьбу, включайте голос святого человека, или просто молитву, которая вам нравится, неподвижное положение тела, сильно слушайте, медленно повторяйте от сердца, есть три типа звука, есть звук памяти, который вы слышали уже, я погружаюсь в эмоцию тех, кто молится, есть звук эмоции, допустим, аллилуйя, аллилуйя, он не побеждает судьбу, бесполезно эмоции выражать, бесполезно, вы не победите судьбу, звук памяти, он такой очень глубокий, безэмоциональный, и погружающий такой, есть еще звук настроения, звук настроения, аллилуйя, над всего сердца, повторяю, не побеждает судьбу, он просто передает ваши мысли, он вам, вас соединяет со своей судьбой, это звук, он наоборот противоположный, и только звук памяти побеждает судьбу всегда, и во всех ситуациях, ну например, возьмем ситуацию, вы в лесу заблудились, вы решили звук эмоций включить, откликнется кто-нибудь, нет, или от всего сердца, откликнется кто-нибудь, волка, откликнется, теперь вы вспоминаете, что вы заблудились, думаете об этом и повторяете. Ау! Откликнуться? Да. Или, допустим, вам признаются в любви. Первый вариант. Я тебя люблю. Понравится вам? Нет. Дурак какой-то. Вот. Второй вариант. Я тебя люблю. Идиот. Третий вариант. Третий вариант. Я тебя люблю. Подходит? Кому не подходит, поднимите? Вам не подходит? Я тебя люблю. Сейчас. Так потому что я о вас думал, а так я думал о своей жене. Понятно? Значит, подходит третий вариант. Всё. Только вы поймите, что я это просто для вас ради эксперимента сделаю. А то жена меня убьёт. Я же как бы это... Я же знаю опасность таких мышц мыслей. И логические часы. А? И логические часы. Есть люди, которые радостные, а есть, которым тяжело стать рад. А, завжарки, совы и орлы. Ладно это рассказать про это, да? Значит, есть люди, которые родились с 12 часов ночи до 12 часов утра. Почему они в это время родились? Потому что они благословны временем. Вставать рано легко. Потому что они всю прошлую жизнь старались вставать рано. Те люди, которые родились с 12 часов дня до 12 часов ночи, они не благословны временем. И поэтому им тяжело вставать рано. Но это не значит, что им не надо вставать рано. Презаливая себя. Да. Заставлять. Потому что наказан. Наказанное. И есть люди, которым пофиг. То, о чем я сказал. Это орлы. Но если ты решил быть совой, то у меня для вас есть про сову анекдот. Сова летит. Угу, 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 бум, ого. Пока летишь, все нормально. Но бум обязательно произойдет. Понятно? Когда человек поздно встает с постели, у него копится статическое напряжение. Когда он поздно ложится спать, копится динамическое напряжение. И когда поздно ложится спать, обязательно обожрется еще на ночь. И будет копиться токсины еще. Это преждевременная смерть. И будет ого потом. Ладно, мои хорошие. Когда человек побеждает судьбу, всегда есть три этапа. Запомните, что бы вы ни делали, как бы вы ни жили. Вы без этих трех этапов победной судьбой ничего не сделаете вообще. Будет все равно всегда три этапа победной судьбы. Но большинство людей ее вообще даже не начинают побеждать. Молится там, с ума сходит, башкой об стенку бьется. Ничего не побеждается. Почему? Потому что судьбу свою не принял. Ропщит. Не благодарен Богу. Не хочет сознаться, что он сам во всем виноват. Значит, а вот святые мы ныне там. Итак, первая стадия победы над судьбой вот здесь вот происходит. Внутри меня. Без этого ничего не будет. Сначала спокойствие в сердце, опора на Бога, чувство силы Его, благодати, защиты. Вот. Все. Это первое. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. То есть время становится товарищем в этот момент, не врагом. Совсем согласен, все. И смелая позиция очень. Я все смогу. Я клятвы перед Богом не нарушу. Соблюдение заповедей, молитва, честная жизнь, принятие судьбы, согласие со всем. Перестань ныть. Он плохой, это он плохой, я не виноватый, он сам пришел и ушел. Вот. И так далее. Перестань ныть. Начни славить Господа. Все прими. Со всем согласен. Благодари Его за все. Если мысли плохие, скакуны приходят в голову, давай им пинка. Гони их от себя. Как? Волей своей. Есть два способа. Один способ это любовью. Когда ты любишь наставника или те, кто поет. Любовь притягивает память. Вот допустим, парень девушку влюбился, он о чем будет думать? О своей жизни? Нет, только о девушке. Как тебя зовут, я знаю, только я. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойно во сна. Я все стою, смотрю. Любовь забирает память. И сила забирает память. Вот танк едет на вас. Настоящий боевой танк. Будете думать о чем-то другом? Вы только о танке думаете. Так? Или нет? А? Сила. Сила забирает. И любовь. Сила в молитве в чем выражается? Есть такой звук, который делает молитву сильной. Это тайное знание, я вам сейчас говорю. Везде этот звук существует. Вот возьмите, допустим, христианские молитвы. Там обычно, когда молитва хорошая, то там хор звучит на заднем плане, да? Или нет? Этот звук, хор, именно этот звук создает. Этот звук, он такой очень важный для каждого человека. И душа, когда его слышит, она сразу же к нему приковывается. Все забывает. Или она его боится сильно. Или сильно слушает. Потому что этот звук, когда душа выходит из тела, она видит свет. Господь светится перед ней. Свет показывает. Она за свет идет. И за звуком идет. И этот звук, вот такой вот, торжественный. И когда ты видишь, человек ушел из жизни, ты чувствуешь эту торжественную силу от него, от тела. Лежит тело, ты чувствуешь. Тебе так не по себе становится. Это потому что из него исходит вот этот звук. Тебе так не по себе становится. Приковывает сознание. Страшно стало? Кому страшно стало? Торжественно. А, торжественно, да? Хорошо. Давайте другой вариант. Мусульманский, допустим. Разные виды молитвы. Бывают типы молитв. Сейчас одни поют, потом остальные подпевают. Такие виды молитвы есть. Редактор субтитров,торегуале А.Семкин, А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...